Здравствуйте дорогие друзья! Я рада вас приветствовать и у нас сегодня есть возможность порадоваться также вместе с нами за наш город, который имеет день рождения. В каждом ли городе празднуется день рождения? Мне это не совсем известно, потому что я далеко не во всех городах знаю, что празднуется вот такой день города с днем рождения. Может быть просто день города назначен, но не день рождения, а у нас есть четкое понимание, когда был заложен город и поэтому у нашего города Санкт-Петербурга 27 мая день рождения и сейчас это 317 год рождения. Для города, наверное, это небольшой срок, но по назначению этого города, для чего он был создан, с какими задачами этот город был сотворен. Все это сказано в его имени Санкт-Петербург, то есть святой город Петра. О Петре сказано, что Бог сказал о нем, на всем камне ты Петр камень и на всем камне я создам церковь. То есть Христос ему прямо сказал свое намерение и поэтому когда мы сегодня говорим о нашем городе, мы видим в этом его призвание, в этом его предназначение. И поэтому, друзья, когда мы сейчас читаем какие-то события из книги, второй книги царств из 20 главы, то, что мы с вами по ходу движемся, я хочу также прочитать, потому что мы все-таки здесь говорим о городе, а потом еще и поговорить о Петербурге. Дело в том, что каждый из нас, он живет в каком-то городе, в каком-то поселке и у нас есть возможность увековечить имя города и поселка даже в собственном реализации призвания. Не потому, что ты о себе чем-то будешь высоко думать. Дело в том, что мы-то сами на эту землю не появились по собственному желанию. Господь был проводником нашей жизни. Он имел в виду что-то осуществить через нас на земле. И тогда, когда мы были маленькие, тогда, когда мы бегали со всеми вместе, это не было заметно, это не было даже, в общем-то, понятно. Может быть, это общее понимание взгляда, особенно в советской системе, когда общность, когда все едины, все похожи друг на друга. А Господь там взращивал индивидуальность каждого из нас, чтобы нам проявить сейчас эту индивидуальность в последнем сезоне жизни человечества. Потому что он говорит, допустим, в данном случае, то, что мы читаем во второй, в двадцатой главе, в двадцатом стихе второй книги царств. И отвечал Иав и сказал, да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Посмотрите, шла речь о городе. Мы с вами в прошлой программе говорили о городе. И вот теперь Иав, услышав мудрые речи этой женщины, сказал, я не буду разрушителем этого города. Пусть это не будет от меня. Я не хочу разрушать историю Израиля. Я не хочу разрушать основание этого города. Но у меня есть намерение, с которым я сюда пришел, и мне надо тогда говорить о сути вопроса. Поэтому я хочу, друзья, чтобы мы тоже с вами поняли, что у каждого города есть призвание. И будем ли мы разрушать или созидать этот город, зависит от выбора, который мы с вами имеем. И поэтому, допустим, посмотрите, как складывается взгляд на город, как формируется его историческая платформа, как она складывается не просто со стороны, не просто по архитектуре, как часто оценивают города, но и о содержании этого города в его призвании. Я хочу вместе с вами посмотреть одно место из Матфея, глава 2. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Интересный подход. Вифлеем очень маленький городок, но здесь идет речь о том, что если в тебе родился вождь, то ты уже великий город. Поэтому посмотри, кто родился и где родился. Если ты и я родились в определенных местах, и у нас есть назначение для этой земли, у каждого человека, то мы родились в определенном месте. И если мы выполняем свое назначение, город возвышается устами праведников, а уж тем более реализованным призванием. И поэтому, друзья, я так хочу, чтобы мы сегодня поговорили с Богом, как в одном из псалмов написано, такой-то и такой-то родился там. Так будут говорить. Поэтому я хочу, чтобы о нас с вами говорили, что а вот этот человек родился. Я могу сказать о себе. Родился в Санкт-Петербурге, чтобы этот город стал значим, исходя из того, что мы выполняем призвания, рожденные в определенных местах. И поэтому благословляйте сегодня Санкт-Петербург в его день рождения, но не пропускайте благословить свой город, благословить свои места жительства, где вы находитесь. Небесный Господь, я благодарна тебе, что мы можем взывать о нашем городе, у которого есть великое призвание. И я верю, что ты дал родиться в Санкт-Петербурге не для того только, чтобы знать, что этот город красив, не только потому, что здесь много туристов, много интересных мест, значимых исторических планов. Но я прошу тебя о современности. Я прошу тебя, чтобы этот город действительно был городом, который устрояется на вершине твоей горы. Я благословляю тебя, Санкт-Петербург, возвышением. Пусть рождаются в тебе знаковые люди, совершают великие дела по всей земле. И мы благодарим тебя, Господь, и за свое призвание, и за тех, кто рядом со мной. Во имя Иисуса Христа. Аминь. С днем рождения тебя, Санкт-Петербург, твои жители. Пусть каждый будет знаковым и значимым человеком. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»